И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одной интересной темочке, которая, конечно же, будет связана с игровой тематикой сегодня. У нас на повестке дня обзор очень интересного дрона, про который многие уже говорили, многие на нем катают и все чаще и чаще данный дрон начинает встречаться у нас в матчмейкинговых боях. Это дрон-подрывник. К сожалению, он у меня чуть-чуть недокачан, но, в принципе, я думаю, что это не сильно повлияет на его реализацию. Как вы знаете, этот дрон довольно жестко бустанули и есть возможность быстрой работы его на постоянной основе в матчмейкинге. Там, кулдаун очень маленький, по сути, с каждого респа, с каждой из вашей смерти можно постоянно сливать оппонент. Все, что вам нужно сделать, это сливаться рядом с кем-то. Если рядом с кем-то сливаетесь, то вы взрываетесь и в этой взрывной замечательной волной, да, вы наносите урон. Мой урон 17 из 20 прокачанного подрывничка 2775. Пуловый, я так понимаю, 3000 дает, поэтому на 200 хп разница не особо сильная. Я думаю, что она будет заметна, поэтому мы берем данный замечательный дрон. Дрон, берем васп, берем пушку, я не знаю, что мне лучше использовать. По сути, мне особо она, наверное, таки даже не нужна, поэтому я вас жму васпа-твинца или васпа-гром какой-нибудь. Давайте васпа-гром возьмем. Нет, наверное, в упоре, в упоре, в упоре урон наносить. Окей, васпа-твинца возьмем и отправимся в матчмейкинг. Пробовать, реализовывать данный замечательный дрон, что касаемо режимов, то я думаю, что наиболее эффективно будет юзать его в осаде и в ЦП. Да, то есть там большинство моментов можно таких найти, где противник будет стоять на точке, будет там вас чпокать. И вы просто с ним будете сближаться и за счет этого будете его сливать. Ну и посмотрим, посмотрим, сумеем мы ли его сегодня реализовать. Я никогда в своей жизни не играл с этим дроном, поэтому для меня это будет что-то новое. Посмотрим, сумею ли я его как-то жестко реализовать или не сумею. Так, пока еще никого не слил. Опа, первый пошел, 1800. Хорошо, неплохо. Неплохо, и сразу с респа не должно быть кулдауна, по идее. Да, васпик. Почему васпик? Ну, я думаю, что этот корпус шикарно подходит для реализации именно вот с такими подробничками. И, кстати, там, я так понимаю, что не роляет, не роляет ни рез, ни какая-то там дополнительная прокачка. То есть, вот, 2800 стабильно, даже по ДАшному танку, по ДАшному танку стабильно 2800 будет вылетать. Если танк ДАшный, все равно 2800 очка. Если это так, то это очень жестко. Если это реально так работает. Стараемся постоянно сближаться и вот такую темочку устраивать. Не знаю, что будет по итогу. Давайте попробуем. Прожмет. Хорошо, работаем! 2800. Шикарно просто. Мамонт овердрайв называется, прожимает. Гениально просто. Бомба. Бомба, что я могу сказать? Это бомбочка просто. Так, попробуем. Давайте запушить рез. Я, по сути, еще бамбулю могу липануть хорошую, такую уверенную. Оп! Найс, 1400. Блин, бомбы не поставился. 1400, мама, ты еще воткнул. В лобешник. Нормально, пробуем ДА-шечку сейчас. И попробуем захватить вот эту точку. Будет попыточка захвата. Ладно, он меня не убьет, хорошо. Пусть не убивает. Работаем. Давайте вот на этого мамонта. Он не прыгнул. Мне показалось просто, что он спрыгнул. Так, хп мало, но с кем-то сблизится. Надо с кем-то сблизиться. Не сблизился с молодого уже. Уничтожили. Так, там страйкер целится. И пулек сейчас будет накидывать. Так, мне надо сейчас аккуратненько так заехать. Чтобы как раз слиться в упоре. Кем-то. Ой, давай, давай, давай. Ай, к сожалению, он слился. Бам, прикольная тема. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Есть свой какой-то прикол в этом. Использование дрона. Хоть и все сейчас у нас ограничивается защитником бустером. Ну ладно, сейчас еще ловкач появился. Да, тоже очень уникальный, хороший. А, кстати, а что под куполом будет? Под куполом буду наносить урон максимальный? Или он будет сейвиться? Я даже не знаю. Надо сейчас чекнуть эту тему. Попробуем запушить. А, там уже купол пропал. Обидно. Так, ну ладно, этот меня точно не сольет. Этого шанса нет. Не слить. Ай, блин, того было. Была возможность с тем чулом сблизиться. Видите, с подрывничком даже не знаешь, где здесь бомбочку лепить. Да, то есть сейчас пойдем в осаду. Там я думаю, что будет намного больше моментов, где можно будет бамбулю влеплять. И еще подрывничком дополнительно киллы урабатывать. О, хорошая зона. Хорошая зоночка. Хорошая. Еще и демо же вкинул по красоте. Вообще четко. И от подрывника вкинул, еще и бомбу закинул в дополнительную карну. Так, 3 минуты до конца. 3 минутки до конца. Пойдем сейчас пушить вражеский респ. Пойдем пушить. Там человек, кстати, с резистом. 700, блин, маловато. Главное в упоре всегда быть. Вот если в упоре с противничком быть, то очень хороший дэмэдж залетает. В упоре прям шикарный. Кулдауна нет. Кулдауна просто нет. Просто нет кулдауна. Это, конечно, не может не радовать. Ну, если честно... О, давай-давай-давай. Ах, блин. Целил. А потом только взорвался. К сожалению. Если честно, это имбовая тема. Серьезно, имбовая. Да, ее можно очень грамотно реализовывать. И я, честно, не знаю... Почему... Его так сильно бустят. То есть, для чего так бустят? Так хотят, чтобы с ним кто-то катал. Мне кажется, что те челы, у которых и так нету... Каких-то супер-дронов, они и так будут его использовать. Не? По логике. Давайте сближаемся. Сближаемся с молодым. Пушим его до конца. Не понял. А что, сколько урона нанес? Что-то я не заметил. Мне показалось, что я очень мало нанес урона. Не понял. Я прикал Десса никакого. Еще разочек. Повторим попыточку. Повторим попытку. Сливаются очень быстро. Видите, я взял такую пушку, которая и так уничтожает оппонента. Которая даже не надо, этот подрывник. А если два танка сразу? А, не будет, да? И знаете, что еще очень хорошо? Очень сильно аптечки сейвятся с этим дроном. Очень сильно аптеки сейвятся. То есть, вам надо как бы сливаться. В тайминги какие-то определенные. О, вот заодно сейчас... Нет. К сожалению, купол сейвит. Купол сейвит. А приколите, если еще этому дрону дать дополнительно... Дополнительно крит урон. Нормально было бы? Как вы считаете? Знаешь, чел уехал? Пусть меня проехал и уехал. Так, ну 370 очков. Не сказать, что много, если честно. Боечек мы еще тоже сливаем. О, давай-давай-давай-давай. В опоре, в опоре! Хорошо! Что так мало? 600. 600. А-а-а! Походу я понял. Походу я понял. Походу я понял. Я так понял, что ДДшка тоже очень сильно роляет, да? На этот подрывник. С ДДшкой. Урон залетает бомбический. А, ну там еще защитник. Плюс у типа оба. Так, ну давайте. Фулл расходка. Лезем мамонту в упор. 2800. Ну да. Да, 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 да. Я так понял, что без ДД... Он не работает. С ДДшкой. То есть он дает меньше урона в 2 раза. С ДДшкой дает... Ну, типа максималочку свою. Прикольно, прикольно, прикольно. Что-то необычное. Что-то необычное. Что-то не дефолтное. Что-то нестандартное. И что-то альтернативное, да? То есть, например, ребят, у вас нету бустера. Нету защитника. У вас нет возможности приобрести что-то крутое. Либо вы, например, любитель поиграть на ВАСПике, да? Но у вас есть и дроны, да? И вы любите на легких корпусах покатать. То есть вот это альтернатива чисто. Да? Интересное использование. За счет взрыва. Но! Она, к сожалению, пока что, вот в первом бою, себя показала как, ну, что-то такое средненькое. Знаете? Но не круто. То есть не круто. То есть я не могу сказать, что... Что... Такое количество дэмэджа, которое было, это большое количество, да? То есть, ну, я там 17 кг дал для вас под винца. Ну, в общем, в целом, что-то среднее. То есть это не сверх круто и не сверх плохо. Сейчас я вот слился на типе. И ему там, походу, 2000 залетело. Надо вот... Хочу попробовать вот именно в куче какой-то становиться в какую-то кучу. И вот уже из этой кучи стараться чпокать. Чпокать типов. Хорошо. 2600. Шикарно. Да, то есть... Фишка вся в том, что вы как бы помираете и дополнительно урон наносите. Сама идея очень крутая. Идея очень крутая. Но её, как вы видите, не так уж просто реализовать. Прибыльно реализовать. Прибыльно. Максимально прибыльно. Если я уж смотрю на максимальную прибыль, то... Понимаю, что не так жёстко можно всё это дело реализовать, к сожалению. Давай, 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 слезь. Хорошо! В упорчике, да, бомбочка, к сожалению, не сработала. Нормал дэнс. Ну, типа, зацепил. Даже в минус падаю. Ну, как я лучше в традициях, да, люблю в минус падать. Минус упал. Не лезет. Толстый. Но... Дополнительный дэмэдж нанёсся. Очень хорошо. Так, пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Надо стараться, ну, хотя бы первое место. Хотя бы первое место. На катке работать на него. Ну, то есть, если будет получаться на первую работать строчку. То это уже будет какой-то результат. Ну, и вот, видите, знаете, в чём ещё проблема в том, что купол. Купол сейвит. Купол сейвит. И это не так круто. Если бы вот купол ещё не сейвил, я думаю, что это была бы вообще крутая темочка. Крутая темочка. Ну, пока что очень тяжело. Так, и мы ещё и 0-1 летим. Летим 0-1. Я не знаю, что робыть. Может, надо было пинца на дальность ещё взять. Так, есть возможность. Сейчас здесь. В упорчике сыграть. Поработать! Поработать в упорчике! Ну, и... Хорошо! Дабл. Дабл забрал. Да, то есть, весь прикол в том, что вы сливаетесь, но при этом очень хороший дэмэдж выносите. Моментами даже бывает у меня самого в матчмейкинге. Кошмарит, когда там тип специально сближается. Ты такой сидишь, думаешь, а, сейчас я его испану. И всё. Изи катка. Изи катка. А он... Что-то делает вот такое вот. И всё, и габела. Вот, там бы бомбочку бы юзнуть. Там бы бомбочку юзнуть было. Было бы шикарно. Хорошо. Бомбочка ещё и 1300 урона. Дополнительно хорошо. Ильчик дал? Найс. Мы 2-0 летим. 2-0 летим. Бомба плюс... Подрывничок. Здесь купол. Куполочек, куполочек, куполочек сейвит их. Куполочек сейвит. А вот в таком тайминге, кстати, если бы я заехал и не было бы купола, то мне кажется, урон был бы очень не кислый. Очень не кислый бы урончик залетел. Но это надо тайминг ловить. Так, там Изида очень сильно старается. Хочет не потерять точку. Хочет не потерять точку. Но, к сожалению, походу, там уже габалием. 3-0 летим, да? Не особо повезло мне с командами. Какие-то ненагибаторские команды у меня попались в этих боях двух. К сожалению. Огромнейшему моему. Ну, пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Пробуем. Молодой сразу бежит. Ах, не успел. Хотел еще бомбу воткнуть не получилось. Так, ну, надо стараться, ну, хотя бы еще бы киллов. 5-10 дать. Вот, нормально. Вот, нормал дэнс. Здесь весь прикол очень жестко. Да, в чем? В простоте. Весь прикол в простоте. Здесь не надо ничего придумывать. Вооружение максимально легкое, максимально примитивное. Не надо что-то изобретать. Не надо как-то жестко играть. Нагибать там. Еще что-то делать. Все максимально просто. Вы пушите, как дурачок. Пушите. Типа вот так вот выталкиваете с точки, да? С его купола. Чпокаете его. Сближаетесь с кем-то. Кидываете в него дэмэдж. Работаете еще на одну такую же самую темочку. И еще 3600 и 3300 наносите. Очень бодро. Очень бодро. И, к сожалению, эта каточка слитая. Ни одной точки не захватили. Походу 4 0. Опять 0 цесали, да? Или я успею дотянуться? А, и вот дотянулся бы сейчас до точки. Еще бы бомбочку поставил. Было бы прикольно. Короче, друзья, как-то так. Интересный геймплей, который пришел мне в голову. Пришел он мне, конечно же, после того, как... У меня сгорело просто с того, сколько типов начало играть на подрывниках где-то в матчмейкингах, да? И насколько его эффективно можно использовать. Забустили очень некисло дрон. И если поймать хорошие тайминги, да? Возможно использовать его, например, на том же харьке, да? То есть, например, кореш или какая-нибудь. Или даже с каким-нибудь средним корпусом. То можно дополнительные киллы всегда иметь с этим дроном. Не скажу, что прям великолепно можно с этого всего фармить. Но, в общем и целом, буст этого дрона определенно чувствуется. За счет быстрой перезарядки этого дрона, его можно постоянно, грамотно использовать. И за счет этого получать свои дополнительные киллы. Я, возможно, не совсем четко и грамотно сумел его реализовать. Но главное было показать идею и то, как можно, просто умирая, находясь в упоре с противником, наносить по 3000 урона. Я считаю, что это очень крутая тема, которую могут развивать, использовать те игроки, которые там не любят бустер, не любят защитник, не любят там какие-то средние корпуса, любят играть, например, на чем-нибудь легеньком, быстреньком, особо там не потеть, не думать. Просто взял, хоп, в упор к противник подъехал, умер, он тоже взорвался. Также, может быть, очень грамотно можно использовать этот дрон тогда, когда у тебя нет аптечек. Да, то есть, этот дрон не требует постоянного прожатия этого дропа. У вас есть отличная возможность не прожимать аптеку, в упоре просто сблизиться с противником, умереть и убить его. То есть, это эффективная возможность использовать данный дрон. Как-то так, друзья. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал, если еще этого не сделали. Также можно нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, а с вами был Мистер Ваньков, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.